Продолжение следует... Хорошо? Чуть-чуть с фиолетовинкой. Все, 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 все. Рыжий придет сверху на фиолетовинку. Здесь, поскольку много желтого, ты можешь не замазывать. То есть вот по этот уровень замазывать. Количество краски такое, чтобы мастихину было что придавить. Здесь просто припачкать. Припачкать. Но именно этим же цветом. То есть он будет каркасным у нас. Это цвет теневых. Цвет теневых. Несмотря на то, что теневые аж рыжие, но в них пробивается синева фиолетовизна. Ну, в данном случае в основном розового цвета. Хорошо? Все замусолить. Это добро. Там сильно усердствовать не надо. Даже если не до конца густота произошла, ничего, достаточно. Попридавишь, попридавишь. Тогда положишь это дело. Возьмешь желтый, розовый. И вот эти цветовые настроения прямо сюда начнешь вгонять. Желтый, розовый. Недоперемешивая. Некоторый характер недоперемешанности, когда один цвет в другом помигивает. Опять же напомню, что мы положили как бы теневой цвет. А теперь укладываем как бы собственный цвет. То есть мы как бы дали отражение неба на эту среду. А теперь накладываем цвет в собственный цвет среды этих камней. То есть у нас более компактный формат, там более вытянутый. Поэтому небу дадим немножко больше расстояния. Хотя композиционно там очень красиво. Либо фрагментально работаем. Повысим небо, да? И тогда повысим высоту вот этого места, желтого. Значит, когда ты это все накидала, ты берешь мастики и вырезаешь светлые партии, создавая внятный рисунок этих рельефов. Этих вот рельефов, внятный рисунок. Вот такой рисунок этих рельефов создаешь. Потом уже в этот, в этот созданный рисунок укладываешь, укладываешь, не всегда полностью забивая, укладываешь световые партии. На передний план тоже зайдешь с разбилами желтого и раздавливательно. Разбил желтого, нашвыряло, 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 раздавило. Это будет первый вклад. Потом еще более, более густо, более творожисто лягут дополнения. И у нас уже, ты видишь, скальные проявления получаются. То есть сначала эта краска будет придавлена, потом уже рыхловато, творожисто. Ну и понятно, что этот светечек тоже помигает и в этих местах. Фигурки можно для начала себе чуть-чуть обозначить. Красный, коричневый обозначить их чуть-чуть. Просто обозначить. Вот, чтобы они у нас создали уже настроение. Вот это вот множество. Вот, и уже с этим можно работать. Давайте так, все теневые партии должны сохранить малое количество краски. Поэтому изгоняй все, что ты накидала в них. И сгоняй. Там должно быть малое количество краски. В малом количестве краски ты будешь создавать рытвины, ущелья. Ущелья небольшим количеством краски. Раздавленным, растоптанным. Большое количество краски будет только на световых. Тогда будет внятная логика вещей. Есть световые. Световые любят густоту. И они получат ее. Теневые не любят густоту. И у них будет вот этот прозрачный характер. Обязательно. Хорошо? Да. То есть не нагнетай, не нагнетай. Все, понял. Теневые останутся вот такими призраками. Призраками. Небо не будет вращаться пока? Небо пока хорошее, пустое такое. Покрывка жидкофелька. Угу. Так. Угу. Поменьше, поменьше краски в теневые. Поменьше, поменьше, поменьше. Раздавливать. Здесь вот мастихином, а не кистью? Здесь и кистью тоже, но сначала мастихином вот так раздавливательно, потому что кистью сразу будет искушение укладывать густоту. То есть вот такие настроения, когда даже, смотри, я подбивая, получаю идею прикольного края, вот такого, с этими спусками. То есть вот, либо соплю краски, вот как я дам подобрать. Прямо внятно отделить свет и тень вот в этом пространстве должны внятно отделиться. Все световые снабжены густотой, все теневые не снабжены густотой обязательно. Это будет культура, письма и выразительность письма одновременно. Какие-то вот такие рябушки можно кое-где оставлять. Ну ты, что? Нельзя видно, где я запрощалась. Вот. КОНЕЦ Вот такой характер Теневая, теневая Вот сюда у тебя в теневых Хочешь подложить густоты Не должно быть густоты Ты видела, что там творится? Да, я вообще классно сажу А представляешь, если всем этим человечкам Вот в городской среде И там еще Сейчас, сейчас И там еще В мутном стекле Там какая-то парочка сидит И всем раздать лица Узнаваемые своих друзей Очень лица Здорово Так там же только чуть-чуть Походить, показать своим друзьям Куда они будут вписаны Поснимать их в контексте освещенности Одних в кафе Других на улице Чтобы они ждали Ждали этого события Этой картины Тогда было бы прикольно Можно придумывать Так придумайте Я потом еду, думаю Среду, в которой Все Друзья Всех нас нависли С рыхлятинкой здесь уже Такой творожистой Рыхлятинкой Как хорошо, что мы посадили вначале Вот этот фиолетоватый цвет Он цвет тени И нам не надо добавлять Мы закрашивая сверху светом Остается у нас в промежутках Вот эти теневые усадочки И все, и все Змейка Уползающая Змейка Некого Выступа Создает идею Перспективы Именно Змейка Даже если там Не было бы Змейки Ее бы стоило бы Показать Правда? И вот оно уже Пошло, пошло, пошло Пошло Огибает 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 Снова Какой пластилин Да? Прям пластилином Срублено Так, кадмик красный Наверное, возьмем Для пожарища Чуть-чуть Вот этот кадмик Особенно К краям Сюда Вот к этим краям Вот сюда Коричневый Розовый Ну, сейчас уже Без густой краски Не обойтись Но подкладка У нас все равно Как ты видишь Осталась С малым количеством краски Просто уже Вот этот рисуночек Конечно Без краски Будет трудновато Чуть-чуть Чуть-чуть Поподбрасываем Но, тем не менее Все равно Краски мало По сравнению На солнечных Местах По сравнению С солнечными То есть Немножко Еще Попожаришь Немножечко И с желтотой Оранжевостью Но Синеватость Вот эта Первоначальная Чуть-чуть У нас там Где-то Помидивает Это Рефлексы От Освещенных Плоскостей Рыжие Рефлексы На плоскости На теневой Ее части Рефлексы От Освещенных Плоскостей Здесь хорошо бы разрубить Туда Туда небо Загнать Хорошо А там Ущелье И уход В перспективу Выгодно Звучит Ступени Ухода Ступени заслоненности Тенью света Светом тенью 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 Создали Создали Идею Ухода В перспективу Смотри Я дал Цельность Почти Трафаретную Цельность Света И тени Да? Трафаретная Цельность Прозвучала А просто Рябь Не допрозвучала То есть Более цельный характер Укладки Света И тени Прямо Собираются В единое Пятно Прямо Вьется И не заканчивается Почти Без обрывов Внятная Отделенность Световой От теневой Внятная Вертикаль Обрывов Опять Площадка Лежачего Характера Площадка А-ля Змейка Свет Из-под Теневой Вот эти все Заслонения Свет Из-под Теневой Очень всегда Выгодно Цельный характер Света Который Начал Путь С почвы И продолжил На камнях И собран Почти В единое Пятно Ты видишь Почти В единое Загорается Потихонечку Темнотики Коричневый Красный Чуть Там Подсунешь Кисть Берем для этого С длинным Борсом Сначала Нужно просто Повторить Пятно Ну это же С ума сойти Сейчас все Это срисовываю Поэтому Сначала Просто Повторить Конфигурацию Пятна Конфигурацию Пятна 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 Смотри Конфигурация Может при Нормальной Выписанности Передней Фигурки Может и остальные Уже и выписывать Не придется Продолжение следует Не там Не полетело Наоборот Ниже его Ростом Пошли На склон Видишь да Пошел На склон До 1966 Продолжение следует Теневые не любят густую краску, я, видишь, делаю в притирочку. Так, чтобы они друг другу не мешали, эти два петна отсечем. Теневые не любят густую краску, я, видишь, делаю в притирочку. Теневые не любят густую краску, я, видишь, делаю в притирочку. Все-таки это верблюд. Это не лошадь. Теневые не любят густую краску, я, видишь, делаю в притирочку. Теневые не любят густую краску, я, видишь, делаю в притирочку. Теневые не любят густую краску. Теневые не любят густую краску. Вниз пошли. Хорошо? Да в том-то и делаю. Тени обязательно. Логично? Все сидит на плоскости. Дать настроение мазочечное. Столок, конечно, не мешается. Не-не, нормально. Чтобы оно тоже было организованным пятном. Потому что здесь много содержания, а в небе совсем нет. И он правильно поступил, создав настроение вот этих, вот этого марева мазочечков. Вот такого марева. Может быть это намеки на облака. Чуть-чуть пообрезать силуэты. То есть вот эту вот рябушку марево. Знаешь, в глазах иногда, когда откроешь глаза на солнце, и там в глазах аж такие мушки-мушки-мушки летают. Вот эту идею мушек создать. Причем для этого вот эта квадратноватая кисть очень подходит. Она как раз маревно, мозаично раздаст эти... Раздаст эти... Вот она, вот она. Вот она, марева-марева-марева. Хорошо? Да. Сразу, сразу жизнь. Ну, если, если хватит времени, чуть-чуть еще поковырять силуэтики эти. Чуть-чуть. Вот этот характер слоенности отложений. Слоенности. Чуть-чуть. Самые темные места в ущельях и в месте перегиба света и тени. Вот самое темное, как ни странно, вот здесь. Поэтому везде, где возможно, поподсовывать это самое темное. Вместо перегиба света и тени. Я считаю, что компания идеальна, ее больше трогать не надо, она предостаточно, чтобы быть картиной. А вот чуть-чуть этих вещей еще поковырять. Посмотрите, я камни и тени пыталась сделать. Это зря? Нет, нормальное место. Таня, нормальное место. А вот тут, справа, еще камень я вот трогала. Ну, вот эти камушки можно чуть-чуть подсунуть, только краснее. Смотри, как там красно все. И вот так одиночке не надо здесь жить. Здесь надо дать серийку. Хотя бы вот эти четыре. Хорошо? На них почти бело светик. Почти бело светик. Тенечку тоже можно чуть-чуть насадить. Сиреневатый характер именно там, где уже тень. Только ты здесь заметил это правильно. Вот где уже тень, где уже тень. Чуть синюшечкой, да? Поехали. Субтитрыěтый. Продолжение следует...